Из отстающих в передовые. Хозяйство имени Евтихия Андреева по праву считается лучшим сельхозпредприятием Маргаушского района. За последние 4 года здесь приобрели новую технику, построили зернохранилище, поставили новую сушилку. Как удалось поднять хозяйство, узнавала наша съемочная группа. Андреевцы. Именно так называют себя работники данного предприятия. 30 лет легендарный председатель, известный всей России Евтихий Андреев, возглавлял это хозяйство. Он закончил всего 6 классов, но его знания и мудрость актуальны и по сей день. Буквально из нищеты ему удается вывести колхоз в миллионеры. И вплоть до 90-х годов на знамя труда равнялись все аграрии-чувашии. А потом ситуация повторилась. К сожалению, лет 15-20-15 лет назад были трудности, хозяйство фактически было предполагаемое состояние. Но сегодня хозяйство набирает обороты. В первую очередь это связано с возделыванием зерновых культур. У нас в Маргаушском районе не такие богатые земли в содержании гумуса, но используют новые технологии, новые методы производства. Сегодня хозяйство является передовым по возделыванию зерновых культур. Сегодня основное направление работы СХПК имени Андреева – растениеводство. Производственные показатели растут из года в год. Нынешний руководитель Виталий Семенов признается – здесь все родное и знакомое. Трудился он и в школьные годы, и до службы в армии. После Афганистана вернулся сюда же водителем. Вспоминает, в первые годы работы председателем едва удавалось выплачивать зарплату и рассчитываться с накопившимися долгами. Сегодня предприятие постепенно переходит на выращивание элитных семян. Это касается и озимой пшеницы, и ярового ячмени. Это у нас семеновый склад. Мы сейчас видим ячмень, сорт Владимир, репродукция элита. Мы тесно связаны с Владимирским научно-институтом. И постоянно, каждый год мы закупаем питомники размножения. В этом году урожайницы у нас 25 центров с гектара получили, с гектара в амбарном весе. Но это нам, конечно, радует. Сегодня андреевцы производят столько семенного материала, что хватает и землякам, и растениеводам из других регионов – Саратовской, Воронежской, Ленинградской областей. Специальные аэраторы способствуют сохранению качества зерна. За последние годы купили два новых комбайна, выстроили огромнейшее зернохранилище, поставили новую сушилку. Постепенно здесь заменяют всю старую технику. Благо, существуют программы государственной поддержки. Этот агрегат – сейлка «Астра 5», шириной захвата 5,4, выпускается в Бернице «Сельмаш». Она заменяет две сейлки старого выпуска. Мы сэкономили более 400 тысяч рублей, и на эти деньги мы можем купить какое-нибудь другое оборудование. Планы у хозяйства большие – создать полностью модернизированный зерноводческий комплекс и развивать животноводство. И, конечно же, повышать зарплату сельчан, чтобы можно было жить и трудиться на родной земле, а не искать работу где-то вдали от дома.